Сейчас мы с вами прикрываем глаза. Делаем глубокий вдох и будем на протяжении всей медитации стараться глубоко дышать. Делаем глубокий вдох и выдох. И вдох и выдох. Помним, на вдохе мы впитываем вселенскую энергию. Вдох и на выдохе этой энергией насыщаем все наше тело. Выдох. И продолжаем дышать. И концентрируемся на моем голосе. Представьте себе, что в почве появился маленький росток. Провизуализируйте этот росток. Подумайте о том дереве, каким этот росток может вырасти. Почувствуйте его изначальную силу. Да, это еще росток, но он уже в себе имеет могущественный и мощный потенциал. Он имеет в себе энергию зарождения, энергию рода, способную вырасти в большое и могущественное дерево. Потом начинает идти теплый весенний дождик. Ощущаем этот дождик. Ощущаем, как он капает на нас. Как капли этого дождя представляет из себя мощную целительную энергию. Эти капли растекаются по почве, напитывая этот росток силой и энергией. И этот росток начинает реализоваться сквозь почву. Он начинает формироваться в маленький густик, который уже начинает чувствовать первое дуновение ветра. А мы с вами продолжаем дышать. И на вдохе мы берем энергию ветра. И на выдохе мы представляем, как наполняем этот самый кустик, который продолжает формироваться в дерево. Стебель этого кустика начинает расти все больше и больше. Корни становятся все крепче. Чувствуем, как прорастают наши корни. Ощущаем эти корни в чакре из того, что эти корни напитываются от влажной земли. Напитываются целительной водой, целительной энергией. Мы чувствуем благодатную почву. Это может быть чернозем. В ней находятся все необходимые элементы для того, чтобы наше дерево напитывалось всем самым полезным, что дает нам Матушка Природа. И вот мы энергетически ощущаем, как наше дерево становится уже подростком. Оно уже где-то метр, а может полтора. Ствол становится все более устойчивым. И тут мы чувствуем сильные порывы ветра. Мы чувствуем, как дерево начинает шатать. Мы ощущаем эти порывы ветра, эти бушевания в нашей жизни. Но у дерева страха нету, потому что корни этого дерева становятся все более устойчивыми, сильными. А поэтому никакой сильный ветер, никакая буря не является помехой для нашего дерева, чтобы оно произрастало. В один момент на горизонте появляется человек, он подходит к дереву, у него в руках лейка, лейка с водой. И он начинает это дерево поливать, окутывая его любовью и заботой. И тут мы чувствуем настоящую, истинную любовь, которую к нашему дереву испытывает другой человек, другой организм на этой земле. Продолжаем дышать, напитываем еще больше наше дерево. Чувствуем, как нашей мудрой жизни фокусируется в нашей мудре, которую мы сформировали в пальцах, фокусируется сила этого дерева. И мы как будто этими пальцами управляем ростом дерева, насыщая его энергией, насыщая его все больше и больше сил. И вот дерево начинает отчетливо замечать солнышко. И мы начинаем всей нашей энергией чувствовать, как мы тянемся к этому солнцу. Представьте себе, что ваше тело остается на месте, физическое тело. Но ментальное тело тянется, поднимая руки вверх, вы захватываете солнечные лучи, которые начинают вас напитывать все больше и больше энергией. И вот наше дерево становится мощным, его ствол становится сильным, а листочки и верхние веточки продолжают тянуться к солнцу. И так у нас формируется чакральная энергия, чакральный крест. Мы чувствуем чакру из того, что она подпитывается землей, матушкой землей, ее водой. Почувствуем, обратим взор к этой чакре. И мы чувствуем чакру родник, обратим взор в самый верх, там, где находится наше солнышко. Мы чувствуем, как солнце, мужская энергия нас напитывает. Теперь обратим взор в середину нашей груди. И почувствуем слияние там мужской и женской энергии. Почувствуем слияние этой гармонии. Обратим взор к солнечному сплетению, где формируется наше творчество, наша гармония. Наше дерево становится благостным. Оно начинает нести плоды. Оно начинает давать красивые листочки, которые дают свой прекрасный, приятный запах и аромат. Оно дает этому миру кислород, чтобы все живые организмы могли поддерживать жизнь на этой планете. Теперь обратимся к нашим корням. Вернемся в чакру и стол. В один момент дерево начинает понимать, что оно не одно на этой планете. И что все деревья, все кустарники, вся трава – это единая гигантская сеть, которая связана друг с другом. А планета Земля – это единый живой организм. И сейчас, благодаря нашим корням, почувствуйте устойчивость на этой планете и почувствуйте связь с этим единым организмом, с этой гигантской системой. И в этот момент дерево начинает понимать, что оно не одинокое, что оно имеет миллиарды братьев и сестер, которые расположены по всему земному шару. И что все мы являемся частью единого целого, частью единой системы, единой жизни. От того дерево, получая эту энергию, энергию планетарную, начинает свистеть еще больше. Получая все планетарные блага, но и при этом принося тоже пользу этой планете. Теперь почувствуйте себя этим древом, почувствуйте в себе это древо. Сопоставьте жизнь этого древа со своей жизнью. С вашим зарождением, с вашим взрослением, с вашим ростом, формированием. С теми невзгодами, которые встречались на вашем пути. С тем одиночеством, которое вы иногда испытываете. Но вы должны понимать, что вы не одни. Что вокруг вас собрано гигантское поле ваших братьев и сестер, которые являются частью единой энергии. Делайте еще один глубокий вдох и задержите дыхание на 10 секунд. И теперь делаем выдох и постарайтесь все выдохнуть из своей клетки. И снова делаем вдох. И вылет. Теперь потихонечку возвращаемся. Возвращаемся в наше пространство и время. Поблагодарим свое древо. Скажем, я благодарю свое древо жизни. За то, что оно мне дает вселенскую энергию, планетарную энергию. За то, что мое древо жизни дает мне почувствовать единую связь со всем живым, со всей живой структурой на этой планете. И теперь, здесь и сейчас, с этого момента, я испытываю и получаю поддержку всей живой природы. Потому что чувствую корнями связь со всем живым на этой планете. Можно открыть глаза.